Ребят, всем привет! Сегодня 11 января. Пришла управляться. И что я вижу? Короче, пришла уже козленка одного. Она родила. Тут мокренько было. Я ей быстренько тряпочку положила. Девчонка! Какая хорошенькая! Черненькая такая! Вообще непонятно какая. Прибежала, все кричат. Этот куда-то лезет. Да, фея? Так, тряпки еще поприносила там все, что видела. Сейчас будем ожидать. В общем, не успела. Надо, может, тебе немножко водички вот этой дать. Фея, на, немножко водички, на. Водички дай, будешь пить? Вот она. Короче говоря, фея сама в шоке. Иди сюда. Давай, не будем мешать маме, что-то мама тебя не облизывает. Иди сюда. Вот так. Я так и знала. Сегодня 149 день. Вот жидкость всякую. Вот эту. Надо им ее как-то лизать. На, фея. Чего ты его не облизываешь? Такая девчонка хорошая. Вот. Феечки, вон как все. Ой, скажи. Мамочка! Мамочка, привет, скажи! Ой-ой-ой! Я пришла, она что-то там валялась возле ведра. Короче, как всегда. Я не успела. Но будем смотреть, кто там еще будет сейчас. Ой, ну я рада. У меня же таких не было еще. Такого цвета. Потому что у нее только беленькие были. Ой, на козла похоже, по-моему. Так, хорошо. Ну, ушки у нас висят. Да? Ты, ушки. Висячка. Ой, подожди. Ушки у нас, по-моему, висят. Да, вот, скажи. Мамочка. Федька, ну давай рожай мне еще кого-нибудь. Ох, интересно. Ну, слава богу, мы за... Еще 6-го числа все-все приготовили. У нее 6-го еще начались схватки, наверное, предвестники. Поэтому мы быстро смастерили вот такие ясли. Вот, муж быстренько сделает. Туда солома накидала. Ну, в общем, два подона быстро сбили. Саморезами прикрутили. Чтобы можно было, если что, раскрутить. Ну, и туда я их подсушу. И будут они там, чтобы их фея не кормила. Вдруг она начнет так кормить. Ой, гляньте. Мамочка. Мама-мама. Да? Фея. Кого ты такого красивого тут мне натворила? Ой, такая халюфая козочка. Ой, а высокая, видать. Потому что вообще крупная. По сравнению с козой. Крупноватая такая девчонка. Ну, не знаю, сколько их там. Судя по животу, мне кажется, трое. Но если они такие большие, то двое, наверное. Хотела еще сказать, какие предвестники у козы. Во всяком случае, вот у моих коз я заметила. Это у меня уже пятая коза. Уши холодные. Это первое. Сзади там, где хвостик. Ну, это во всех, у всех козоводов. Вот все рассказывают. Сзади там, где хвостик. Оно начинает становиться мягеньким. Таким. Можно вот так вот двумя пальцами указательным и большим соединить. И оно будет там, в принципе, соединяться. Вот. Ну, это вот здесь. Может, кто-то где-то не понимает, не видел. Это вот здесь. Вот здесь. Вот тут. Вот тут у козы. Все сходится. Вот тут. Это значит уже вот-вот. Ну, и в имя, естественно, в имя у нас здоровое. Ужас. Капец. Сейчас кого-то феечка нам будет тут опять рожать. Будем сейчас смотреть. Так. Ой. Ну, уши, вот я заметила, всегда холодненькие перед этим делом. Или когда коза вот немножко приболела. Ну, а дочка тут при чем? Что ты дочку пинаешь? Ля. Дочку пинает. А тебе мешает этот, да? Рожать тебе мешает? Нервничает. Я же, уйди. Проделай, иди погуляй, да? Фея, чего ты? Не пихай ее. Она же маленькая. Да рожать у тебя не дает. Что ты нервничаешь? Гля. Не трогай козочку. Она маленькая. Давай, быстренько. В общем, пока фея там второго дует. Я эту пока укутала. Потому что ей холодно. И фея что-то ее бьет. Она к ней лезет. А фея, видать, же ж некогда. Давай, давай, феечка. Все ждут. Давай. Это чудо присосалось к деревяшке и сосет ее. Козикусечка котится. Котикусечка. Косикусечка. Я правда, видно, не видно, не знаю. Молодец. Уже что-то... Да не надо дерево сосать, горе ты мое. Сейчас мама разродится и будем кормиться. Мама что-то никак второго не выдует. Фея наша пока окутится, так с голоду можно, как говорится. Малявочка уснула. Согрелась и уснула. Лазила, 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 лазила. Я ее укрыла. Она, видать, подмерзла и уснула. А фея все у нас второго никак. Партизан какой-то. Ну, серьезно. Я уже замерзла. Вот-вот-вот уже он вылезет. Или она. Сейчас, походу, схватки идут. Не, ну, вы посмотрите. Я жду-жду второго козленка. А феечка думает, сейчас, пока мисс там туда-сюда, я еще перекушу. Главное, там Лиза. А она тут кушает. Да не фея, это вообще. В общем, я еще такого не видела. Слушайте, проволодалась коза. Насыпала ей сено. Она тут его уплетает. Как будто, я не знаю, на два года не ела. Кошмар. Я уже принесу ей все. Что-то она резко перестала рожать. Решила перекусить. Ну, посмотрим. Главное, чтобы там козленок не задохнулся. Потому что, я вообще не знаю, что это такое. У меня такое первый раз. Вообще, обычно, когда коза катится, она как начала и погнала. И они все фунь-фунь-фунь повылетали и все. А это нет. Это у нас надо какую-то обувь. Надо принять ванну, выпить чашечку кофе. Так и фея. Надо выпить водички, надо перекусить. А потом, может быть, что-то она там у нас-то второго-то козленка и выдует. Ну, видите, все козы разные. Вот у меня, получается, была Ася, Белочка, Варя и Мона. Вот они все втроем по-разному катились. Ну, а это вообще индивидуум. Не знаю, у кого-то еще такое есть, чтобы коза во время окота решила покушать? Напишите мне в комментариях. У меня тут такой первый раз, такое вижу чудо в перьях. Я замерзла, пошла оделась, я жду тут окот, а она решила поесть. Ну, что ты скажешь? Будем ждать. В общем, отнесла я маленькую козочку домой. Там у меня Йорик. Тошка. Вон там с ней нянчится. Сначала ее обнюхала, там, теперь возле нее там крутится. Я ей там постелила одеялко. Она возле Тоши там. Там тепленько, пускай греется дома. Потому что так как мы катимся, можно утка в стенку бьет. С другой стороны. Можно и это, задубить. Она бедненькая тут бегала-бегала, потом уснула, потом опять. Я уже замерзла, пошла оделась, ее отнесла. Ну, у нее схватки есть. Там козленок есть, я его нащупала. Ну, ее пробила на еду. Она тут вообще ест как не в себя, прям запихывается. Уже таких три пучка съела. Я не знаю, можно и нельзя, но она просит. Кушать хочется. Она всю ночь ничего не ела, тут аж дулась там, это схватки, все. Тут проволодалась. Ну, если она хочет есть, пускай и ест. Это ж не зерно. Еще положила сено. Уже четвертый пучок. Это что-то интересное. Ну, точно козел засел. Вот серьезно. Только вот это козлы так могут делать. В общем, пришла я домой, замерзла. Девочка наша лежит, ждет молочка. Фея еще не окатилась. Не вылазит у нее что-то второй козленок. Я не знаю, мне кажется, что-то пошло не так. Вот Тоша, он знакомится. Он уже познакомился. Она спала. Ой, такая любовь, такая любовь. Тошенька, кто это? Козочка такая, да маленькая. Ой, где-то подождите. Я еще не высохла. В общем, короче, это хорошо халижет. Я не знаю, что мне делать. Сейчас, наверное, я почитаю. У меня есть окситоцин. Наверное, буду я колоть окситоцин. Потому что я чувствую, что там какие-то проблемы. Не может так долго не выходить козленок. Что-то там пошло не так. Вот кому весело. Главное, что хозяйке не весело, а Тошику весело. А он играется. Тут мама не окатится никак. Я не знаю, чем ее кормить, эту козу. Пописала. Ну, хорошо. Молодец. Пописала. Надо посмотреть на нее. О, надулю. Тоша, что там, скажи? Капец, да? Ой-ой-ой. Писала девочка, да? Я все равно все стирать буду. Ой, скажи, какая халюфонькая, да? Тошенька. Какая хорошенькая козочка, да? Ой, какая хорошая, скажи. Ой, какая хорошая. Страшненькая, конечно. Страшненькая, да, Тоша? Ой, Тоша, ты кадр. Ой-ой. Играйся, Тоша, играйся. Ой, сейчас она копыта соберет. Раз, два. Ой-ой. Не получается, скажи. Не получается. Так хочется катеть своими копытами, Тошка. Ой, боже. Скажи, 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 что-то у вас тут. Тоша, не смеши меня. Да иди познакомься. Сейчас я встану, так я вам покажу. Маленькая козочка, ты видишь? Оп, оп, скажи сейчас. Секундочку. Хорошая, конечно, коза. Обалденная. Что второй не вылазит, я не понимаю. Ну, сейчас, наверное, попью я кофе. Возьму я, наверное, окситоцин. И пойду я колоть козу. Потому что что-то пошло не так. Так, теперь мне главное, чтобы то вылезло, чудо. Потому что это будет пипец. И что мне вот сидит? Мне надо ее сдоить. Она там крыхтит вся. Короче, ребята, вколола я ей два кубика окситоцина. Потому что с полдевятого до двенадцати у нас так никто еще не появился, кроме маленькой козочки. Я так поняла, что что-то пошло не так. Поэтому я приняла решение вколоть ей окситоцин. И вот прошла полторы минуты или минута, где-то так. И у нее начались схватки. Я думаю, сейчас все пойдет быстрее. Потому что, если уже столько долго, это что-то не то. Короче, ребята, что вы думаете? Вытаскивала я вот это чудо. Оно застряло. Оно лезло прям... Она лезла прям вот так. Она вот так прям как-то вот так колесом застряла. В общем, фея ни туда, ни сюда. Я вижу, что что-то пошло не то. В общем, короче говоря, теперь вот у феечки сразу все выпадает. Вон место, все выходит. Все отлично. А то, короче, залазила я руками туда. Что, с перепугу? Заперлась оттуда. Крутила уже этого козленка. Я думала, я ему шею скрутила. Серьезно. Я еще такого не видела, церковь. Но ничего, живая. Сейчас будем обогревать, сушить, смотреть, что я с ней сделала. Но я думала, я ей кишки вырвала нафиг. А оно еще и живое. Это пипец. Сейчас она немножко пооблизует. Так что я думаю, что сама бы она не окатилась. Застрял он там конкретно. Все. В общем, такие у нас дела. Не знаю, я там руками, конечно, лазила. И все. Ну а что делать? По-другому никак. Я думаю, будет все хорошо. Она почистится и все. Пока так. Короче говоря, сразу же за ним пошел и этот. Это, наверное, уже козел. Нет. Представьте себе. Это тоже коза. В общем, две козы вот этих застряли. Вот эта вот застряла и не давала выйти вот этой. Если бы я их ее не перевернула, не вытащила, это бы не родилось. Все. Поэтому все пошло. Сразу все повыпадало. У феечки все освободилось. Слава богу. Все. Теперь я пошла козлят поить. Все, что молоко осталось. В общем-то, вылезла, видать, первая. А вот эта вот малявка не дала вот этой пролезть. Все. В общем, вот итог нашего окота. Три козы. Две белых и одна вон. Вот такая красивая козочка с ушками и веселечками. Вот так вот. Это 2,800, самая толстая. Ну, эти чуть-чуть меньше. Вот эта, которая тюкает носом мокрая, вот эта застряла она. А она застряла ни колечком, ни ногами, ничего. А она, получается, как-то позвоночник. У нее, она, получается, сложилась. И вот сложенная она не могла вылезти. Из-за того, что она была сложенная, и это не могла вылезти. Это последняя самая принцесса Турамбо. В общем, я намучилась. Сейчас дня. А начали мы с полдевятого. У меня еще такого не было. Я же ей вколола окситоцин. У нее вылез пузырь. И на ниточке какой-то. И все. И я пробую, я слышу, там есть козлята. Но эту я, конечно, тянула. Вот эту. Думала, я ей хребет вырвала. Я думала, она вообще выйдет неживая. Что там я сделала? И, в общем, нет. Она еще, гляньте, что-то вставать собирается. Ну, в общем, три девчонки у нас. Сейчас я их буду кормить. Потому что ту я покормила. Она же у меня с самого утра. Уже давным-давно бегает и просохла. А эти-то девчонки, я им-то и молозиво-то оставила. Я, получается, она пол-литра дала. Я с пол-литра и половину отдала. А то, получается, на этих осталось по... Сколько там? По 100 грамм. Ну, хватит на первый раз. В общем, такие у нас делишки. Так, ну что. Всех покормила. Белые сохнут. Это уже чуть-чуть раскачет. Красивенькая такая. Наверное, будет рогатая. Шерсть такая шикарная вообще у нее. Очень красивая. Эта пытается встать. Они тут вообще смешат меня. Катаются, разъезжаются. Это же, конечно, уже деловая. Она же уже с утра покушала, бегает. А тут только вот, понимаешь, ноги собрать никак не могут. Это самая маленькая, которая застряла. Хорошо, что она поменьше застряла. А если бы вот эта вот застряла. Надо их повзвешивать, сколько они весят. Детский сад, вторая группа. Да, Тоша? Гляньте, какая у меня нянечка. Тоша всех нянчит. Тоша, нянечка. Да, скажи, Тоша, надо всех понянчить. Смотри, ты не умылся, ты не умылся. Да, сейчас всех умоем. Да, Тоша? Что вы все такие мокрые? Маленькие, Тошенька, да? Маленькие козочки. Такие хорошенькие такие, да, Тошка? Тоша молодец, всех нянчит. Такой лапочка. Знаете, какой у меня тут я, этот, дурдом, дурдомович. Ужас. Это ужас. Смотрите. Что у вас тут происходит, ребята? Раз. Давай, скажи, сейчас я уже буду стоять. Вот так вот. Ой, это вообще. Да, не ожидала я, что такой будет сложный у нас окот. Я еще смеялась. Ой, козел на ранее выходит. Там вообще-то никто бы не вышел. Еще бы козлята бы поумирали, да и вообще было бы хорошо. Так, все. Я пошла до козы. Уберу у нее место. И дам ей хорошего сена.